Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, я живу в деревне. Смотрите, вот это хорошие люди ходят. А что они делают? Он второй ещё человек. Где-то там вот идёт. Видите, они делают съёмку для проектирования дороги. Я спросила. Класс, класс, класс. Смотрите, что они подходили к столбу. К электрическому, вот к этому. В смысле, что ж маргушка лает? Я вышла. Они это меряют всё. Ну, всё хорошо, класс, класс. Съёмку делают. Сегодня у нас вот такой разгрузочный день для курочек. Арбузики нам отдали замороженные. На каждом таком арбузике была наклейка, что арбузик стоит 470-550 рублей. Вот, вот и до. Представляете, вот такое заморозили. И людям не продали. Сегодня занимаюсь такой ерундой. Так, вот со светом получше. У меня остались вот такие стаканчики. Прошлый раз, в 2020 году, когда мы ездили в Таиланд, я их привезла. Попробовала. Вот тут было таких 4 ряда. Раз, два, три, четыре. Один я весь использовала, мне не понравилось. Хотя, в принципе, ну вот, хорошие стаканчики, ими многие пользуются. Смотрите, грамм на 300 здесь, наверное. Пол-литра может и нет, а может и есть. Ну, больше, чем 200, конечно. Хорошие стаканчики. Вот они много входят в ящичек. Но что-то вот я не прониклась к ним, поэтому я их сейчас по 50 штук вот так вот считаю, резинками связываю. Кстати, резинки в этот раз из Таиланда привезла. Ну, вот как-то там, мне кажется, вот потому что здесь нету, а там, мне кажется, лучше. Вот смотрите, вот эти красные резинки я носила, надевала на ноги у комбинезона, чтобы не подшивать штанины. Они очень длинные. Я вот так вот надевала на резине, и получились, как шароварчики получались, сверху прямо. И вот искала там, чтобы поносить комбинезон, там было комфортно. И вот нашла такие хорошие, такие крепкие, казалось бы, простые, но они такие толстые и эластичные. Ну, в общем, как-то вот всё как-то хорошо, понимаете? Вот, сейчас я их сделаю по 50 штук. В нас в группе выставлю по рублю. И здесь получится, наверное, я думала, здесь по 100 было, 400. А на самом деле их, наверное, побольше. Видите, тут осталось в ряду. Наверное, тут 500 штук было. Ну, получается, вот, 500 штук. Часть я израсходовала. Но рублей на 400 я продам. Трескаем квашеные арбузы. Вадиму с первого раза не понравилось, а сейчас понравилось. Он сказал, что очень вкусно. Я думаю, что Маська с удовольствием съест корочки. Для неё это прям лакомство. Приятного аппетита! Маське, если она беременна, то два месяца беременности. И сегодня у нас вот доила два дня назад. Сегодня у нас сколько грамм там она надоила? Грамм 150. Сегодня у нас вторник. А я подаю её ещё в субботу. Посмотрю, сколько там. Если она окончательно запустится, то больше не буду доить. Получается, за три месяца до кота я запускаю её. Это всё из-за того, обычно за два месяца до кота запускают коз. Но это из-за того, что она у меня доилась два года. В прошлом году она не покрытая была. Продоилась, ну как, нормально, я считаю. Она героиня, я не покрывала её, потому что она рожает по много козлят, по четыре козлёнка каждый раз. И она очень долго восстанавливается. Поэтому я не стала покрывать её и очень довольна. Выглядит она хорошо. Вот ямочка такая. Объясняла почему. Потому что у неё вот ребра разошлись при последнем окоте. В общем, выглядит хорошо. Шерстка хорошая. Богатенькая такая. В общем-то, гуляли они много. Пока не прокалывала. Только глистогонила я их к осени. Ой, к зиме. Надо сейчас проколоть витаминки весной. И всё. Ну, в общем-то, вот так вот моя Масюнька. Только, пожалуйста, не надо четверых. Двое, пожалуйста, двое. Мне вот за глаза, Масенька, любименькая моя, пожалуйста. И будешь ещё. И я её в этом году, она родит. И ещё два года жить без покрытия опять будет. Так же точно. В общем, я такую практику для неё делаю. И довольна. Что она так дольше у меня проживёт. Да, красавица моя? Вот она. Кто там плесёл? Кто плесёл? Вадим плесёл. Тебе сухарики не принёс никакие. Съёла, я подоила уже её. Здравствуйте. А? Ты чё плачешь? А что случилось у вас тут? Почему теплица открытая? А? Кто открыл теплицу? Это Мася открыла? Это ты, красавица? А ты чё плачешь? Ты опять чё, завелела хвостом опять? А? Ты мне надоела уже. Почему дверь открыта? Где индюки? А? Здесь? Ну, слава богу, здесь целые. Слушайте. Ой. Чё тут было вообще? Ой, у них тут, смотрите, всё растаяло. Слышь. Кто здесь был? Кто заходил сюда к ним? Ну, ты всё хорошо, всё их защитил. Какие-то нахохленные, конечно, нахохленные. Ужас, ужас, ужас. Что тут было? Почему тут открыта дверь? Это могла, конечно, открытие Мася. Ой, господи, козы мне. Ну что? Ну зачем ты всё открываешь, а? Красотка. Давайте, хорошо, ешьте. Что-то они за один день всё обглодали уже. Вот ещё у вас. Смотрите, сколько. Много. Прожоры, все прожоры, все прожоры. Всё начинает всё вытаивать. Сейчас всё некрасивое растает. Хорошо бы, чтобы они там наверх не залазили. Василиса может. Какой сенка прям любую. Сама бы ела. Представляете, я выхожу второй раз. Закрыла прям как-то в другую сторону, чтобы она не открыла. А она зашла. Всё, она там у них тырит еду. И пугает моих индюков. Девчонки, мальчишки. Съела всю еду опять, видите. Я насыпала только что. Вы хоть успели поесть-то хоть? Господи. Что такое, а? Пойдём. Сену надо есть. Пойдёмте. Не будешь ругаться на них. Ну, что делает, а? Что делает? Ну-ка, нельзя! Мася! Она нас заколебала. Она меня то кур пугает, то индюков пугает. Иди отсюда. Ты зачем так делаешь, а? Я специально подумала, она или не она это открывает. Конечно, это она открывает. Я не знаю, что делать с ним. Смотрите, что делает, а, творит. Красотка. Не знаю, как. Ну, вот как. Ну, закрыла. А как ещё закрывать-то? Как ни в чём не бывало ты у меня, что плачешь? Плачет, хочет козла. Козла хочет. Всё. Ну, всё тогда. Ну, ну, моя. Видите, что делать, творит. Ну, всё. Угу. Угу. Сегодня 22 число, и я замачиваю пашины томаты. 95-го года рождения. 1995-го года. В общем, их оказалось очень много. В общем, красно-бордовый томат. И этот, который я думала, желтый какая-то, это жёлтый просто. Ну, наверное, уникальный какой-нибудь. Посмотрим. В общем, томатов оказалось много, поэтому я их разделила. Вот, подписала, насыпала. Жёлтый будет под номером 1. Красно-бордовый под номером 2. Эти я вот вазочки тоже подписала. Вот этот будет жёлтый. Номер 1. Где у нас жёлтый? Вот он у нас жёлтый. Сыпем. Это я лишние туда положила. А эти буду замачивать. Всё равно их получилось, конечно, очень много, но ничего. Так, и красно-бордовый сюда. Так, бумажечки тоже пойдут на пользу. Это на растопках самим. У меня ничего не пропадает, имейте в виду. А, ещё забыла сказать. Там была семечка в томатах. Такая семечка. Это или дыня, или огурец. Я положу её вот сюда. Здесь. Вадим приехал, я ничего не успела. Но то, что перекиси водорода надо, это я сама придумала. Я думаю, что оно не помешает. Вот и крись. Здесь, крись. Пусть немножко постоит. И потом я полью. Вот. У меня тут развела Эпин в литровой бутылке. Прям кубик сюда на литр. Хотя кубик надо, по-моему, на 5 литров. Не знаю как. Так, сюда тоже перекиси водорода. Чуть-чуть. Пусть немножечко сейчас раз-раз-раз-раз они проснутся. Через 5 минут я буду Эпин наливать. Прошло 5 минут. Привет. Вот я поливаю. Вот это вот. Спрашивайте, где взяла. Взяла на Алиэкспресс. Такую маленькую леечку. Вот. Пришло 11 штук за 3 копейки. Вот так я делаю. Все. Налила Эпинчик сиразведенный. И поставлю в тепло. Закрою, потому что испарится быстро. Высушу и все. Сегодня 22 февраля. Начинается эксперимент. Или уже продолжается? Прогрошу. Прогрошу. Иди ко мне. И на тебя. Сейчас улетал. О, ну и как я ее чукаю. Все. Следующий кричит заведующим. Скоро ленять начнет. Когда мы ее гладим, она вот этой ногой дырк 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 дырк. Давай покажи как ты дыркать ее, а тебя не видно. Слышь, как пасть. Слышь, какая-то огромная. Такая огромная клетка. Она уже, смотри, линия отличилась. Смотри, видишь? Все, полезная шерсть у тебя. Моргоша, смотри. Моргоша, смотри. Видели, да? Третий день орет. Еселен я ее уколола. Она в охоте. Но третий день это плоховато. Ну, как сказать. Орет сильно первый день. Позавчера она мекнула. Вчера она завиляла хвостом и мекала. Сегодня она орет и хвостом виляет. Поэтому мы поехали опять к Юпитеру. У меня, конечно, немножко... Да, я понимаю свою ответственность. Может быть, у Василии. У Василисы. Хотела сказать, у Василии. Конечно, я не снимаю ответственность, что у Василисы какой-то сбой гормональный. Такое может быть. Ну, может, поздновато я этот Еселен уколола. Но уколола. Знаете, почему не колола? Потому что что-то прямо так вот страшно, опасно. Как напишут. Скажут, вот... Напишут это с осторожностью. Это надо бед врача. Это надо это. Ну, так вот и говорят, и говорят. И, конечно, я боюсь, естественно. Ну, вот. И... Уколола. И что хотела сказать? Все запуталась. А, вот что. Ответственности себя не снимаю. Может быть, у Василисы что-то. Но ведь Юпитер тоже, он не развязанный был. Он же ведь не умел ничего. Может быть, сейчас что-то повзрослело. Не знаю. Там у него... Он начал... Не знаю. В общем... Может быть, он что-нибудь не то. Тоже же бывает такое. Потому что он ни разу никого не это... Он пытался там прыгать, играться. Но никого ни разу не оплодотворил. Ну, еще маленький, конечно. Что там говорить. В общем, поехали. Может, снимем что-нибудь. Ну, вот мы приехали. Здрасте. Пойдемте. Ага. Ну, ну. Ну, все, наверное, отпускай. Отпускай, наверное. Или будешь держать. Не, не бегай, не бегай. Туда куда-нибудь бегай. Ну-ка, давай-давай-давай. Ох, вот, смотри, вот. И садочка сразу, да? Хорошая, да? Ну, пусть еще, да? Иди. Нет. А от него не беременел? Никто еще? Я не знаю. Я даже не спрашиваю. Ну, его забирали. А? Ну, вот сейчас прыгнул на нее прям хорошо. Вадим, отведи, отведи, отведи маленько, ему места не хватает там. Вот так вот. Все, все, стой, стой. Что такое? Юпик, юпик, нос маленький, но холодовый. Ну, все. Вообще, конечно, бы побегать ей. Убежит куда-нибудь. Что такое язык высунул? Что язык высунул? Ну-ка, твой язык высунул. Моя холостка, моя девочка, ты моя холостка. Просто не пускай ее туда, чтобы она не убежала. Они просто такие у меня, не хочу хиоби. Может, тоже полюбит, как это, как Мася Гошу полюбила. Гошу уже, она несколько раз, она же, он крыл ее. У вас лучше дорога, чем у нас? У вас лучше чистят? У нас хорошо. Хорошо, хорошо. У нас прям скандал за скандалом. Нет, у нас вообще замечательно в этом забыл. Ну, в этом году вроде бы получше, конечно, но все равно бывает, что никак. Ну, как? Да мы и сами тоже. Да мы и сами тоже. Да мы и сами тоже. Ну, что ты? Иди, ходи ко мне. Иди с ним играйся. Вот надо ей к мамке. Скажу ей, иди, 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 играйся. Не надо было подоить, но ничего. Мне кажется, не очень много снега по сравнению с другими годами. У нас не было снега, а в этом году и не было снега, а в этом году и не было снега. Ну, все роли. Хорошо потом. Он довольно давай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...